всем привет рада приветствовать вас у себя на канале сегодня опять покажу вам красоту необыкновенную и в конце выставлю по просьбе своих первых подписчиков своего любимку он уже всеобщей любимка моего кролика татоши проказника так и начну я вот такого маленького блюда блюдо ваймер уже могли все по дизайну понять что это именно ваймар сантиметров 25-26 специально не брала большое потому что многие в основном спрашивают поменьше потому что шкафы не на полках они не унищаются состояние очень хорошее посмотрите какие красивые букеты какие рельефные рисунки очень красивые и второе блюдо тоже ваймар такого же размера маленького 25-26 сантиметров цвет темно-темно красный такой найти какой-то скорее с коричневым даже перемешанным состояние очень хорошее есть конечно потертости легкие не без этого вот видите здесь раз два полосочка три видимо вот так на нем что-то стояло поэтому в таком состоянии на нем матовое золото также рельефный рисунок белоснежные великолепные трио очень ройтер просто белоснежная посмотрите какие я думаю это вьюны цветы здесь изображены такие знаете пастельные тона очень прозрачная на просвет очень хорошо это видно состояние несмотря на то что это старая вещь она в идеальном состоянии значит хозяйка была очень аккуратный смотрите какой проходит рельефный рисунок на ножки какая ножка смотрите как блюдечка сделан рисунок может показаться на видео что это потертости нет такое ощущение как будто это стежки как будто бы вот шили иглой и вот такие вот получились это не потертости еще раз повторю а на тарелке уже таких узоров нет просто рельефный рисунок давно у меня не было этой мануфактуры не попадалось в этот раз я конечно же купила несмотря на то что у нее может вам показаться такой бедный рисунок простенький но узнав какая-то мануфактура здесь на рисунок даже обращать внимание не станешь ценители старины она очень белоснежная рельефный рисунок проходит по всем предметам состояние для такого сета лота идеальная даже можно сказать посмотрите тоже такая она прозрачная тонкая это карл тильж где-то я вычитала что вот под мануфактурой всегда стоит номер но вот на чашке допустим там просто какие-то номера а вот на тарелочке присутствует номер то ли 35 то ли 33 и я читала что это говорит о том что это год выпуска этой этого сета такая вот красавица может быть я ошибаюсь я не не уверяю вас если я когда настойчиво говорю да я уверена в этом на 200 процентов я буду спорить вообще я никогда не спорю но если я сомневаюсь вы правы пожалуйста ради бог но если знаю я свою правоту меня не убедить вот такая вот белоснежная тоже красавица кстати посмотрите даже золото нигде не потерто решила взять три сета у одного продавца и мне пришла посылка и одну тройку они перепутали и вот жду я уже на днях должны мне ее отправить но у меня мне не сказали возвращать эту тройку сказали это наша ошибка и это подарок я вам конечно же ее покажу а сейчас посмотрите вот на эту изумительную красоту вот когда на нее смотришь глазами рисунок вот знаете вот бордовые она вот ну бордовые бордовый цвет а вот это как как объяснить как будто неоновый вот лилово не но неоновый цвет как будто притуманенная какая-то вот она знаете очень такая необычная это винтерлинг состояние очень хорошее вот такая вот кайма ребристая золотая почему-то камера не так ее передает вот если я вот это как будто вот смотришь на нее и она какие-то места под пленкой как будто бы хочется подойти вот с этого места убрать на самом деле это такой цвет игра цветов такие такая вот про это три вы я говорила что мне его прислали перепутав я тоже выбирала зеленый но там разница колоссальная в них как могли перепутать я ну всякое бывает правда но это тоже очень красивая это у нас бавария она знаете такая светло и темный немножко отходит тон ну очень красивый дизайн такой состояние тоже прям очень хорошие вот посмотрите на ручку нет никаких потертостей и на ножке тоже она и эту посмотрите какая удивительная форма тарелки блюдца это бавария предыдущая зеленая была бавария эльфенбайн а это бавария и дальше я не могу прочитать бордово золотая спиральки такие состояние просто идеальная если там было матовое золото то здесь оно такое игривое золото этот блестящие все чашечки я вам те наверное забыла на просвет показать но поверьте они тоже очень-очень легкие это вообще красотка смотрите какая какое блюдечко такое состояние да никаких нет изъянов даже как с внутренней так и с внешней стороны и такая же тарелка форма так это трио цвет слоновой кости это вайден зельтман вайден я очень его люблю но это немножко конечно другая форма у этой чашки но я все равно ее взяла потому что я уже рассказывала что ее уже нет этой мануфактуры видите как ручка выполнена это не скол это такой дизайн также и с этой стороны тени не видно посмотрите какой рельеф как будто бы за навески висят это просто пятнышко это не скол чашка для своего времени в очень хорошем состоянии нежные голубые желтый оранжевые цвета не яркие оранжевые такой найти приглушенный ну очень красивый зато посмотрите на тарелочке нет никаких царапинок абсолютно не сколов да она вот на просвет как выглядит и такая же тарелочку тарелочки правда есть здесь потертость и здесь потертость многие не любят когда потертости но поверьте для такого времени вот в каком вернее для предмета которому столько лет это бывает очень большая редкость когда попадаются просто в идеальном состоянии им скоро вообще цены не будет а это какая удивительная никогда не догадаетесь что за мануфактура рисунок очень такой знаете может показаться как будто бы он какой-то мультяшный состояние идеальное все золото на месте потертости никаких нет царапинок никаких нет она просто бомбически легкая и бомбически прозрачная я вам сейчас это покажу на просвет вы увидите клейму конечно же посмотрите она вся просто вся это рахенбах сарау посмотрите какой у нее рельеф какая у нее ножка хрупкая хрупкая посмотрите на нее изнутри я даже не направляю к свету просто вот из окна падает и видно какая она прозрачная а нет обманула есть легкая потертость вот у ободка чуть-чуть а вот большие рисунки золото они все целые также и здесь тарелка без изъянов каких-либо показать бы вам да даже по моему тарелку видно да какая она прозрачная видите моя рука говорит о том что какой тонкий тонкий фарфор идеальный просто идеальная а это моя любимая моя мануфактура любимица уже все догадались какая-то зельтман байден их можно увидеть по дизайну ручки по дизайну ободка блюдца тарелки и какая у них роскошная ножка это три у меня давно оно стояло на брони но меня как всегда подвели и когда обращаешься к человеку даже не отвечают люди извините я долго ждать так тоже не могу посмотрите какая она ее искали очень долго очень долго мне прислали во первых фотографию этой чашки что хочу вот эту и сын ее нашел младший он ее нашел и говорит мама вот ягод смотри ягод где-то нашел он да я только вот забил горит и она вышла и вот посмотрите на нее темно-синяя серые цветы ветка такая ажурная вся кружевная ножка юбочка состояние очень хорошее нет потертостей это просто мусор посмотрите какая какая-то сказочно зимняя она синяя белая серая у нее знаете очень много а еще вот посмотрите как такое ощущение как будто бы это трещинки но это дизайн такой у нее по всей по всему при этом у сету и на чашки и на тарелочки мне скоро должна еще прийти так партия этих чашек нашла вчера долго тоже искала и вот такая тарелка хотела что-то сказать и забыла а в этот в интернете часто встречаются двойки вот именно вот такие двойки есть одна красотка вот именно такая такая знаете темно-серая и с розовыми цветами великолепные но у нее нет тарелки и блюдца просто нету и есть просто двоечка белые с салатовыми цветами зелеными такими тоже красиво очень ну вот эта серая конечно она у меня прям перед глазами стоит но я понимаю что ее никто не возьмет поэтому она у меня просто всегда отмечена я ее контролирую что она еще на месте не продана но я никак на нее не решусь ну и в заключении своего видео вторая второе трио мануфактуры ой Вайден Зельтман Вайден вся в цветах белая очень-очень нежная это тоже чашка была у этого человека на броне и вы сегодня можете я даже ее ни разу их не показывала сегодня я решила вам это все продемонстрировать посмотрите какая у нее ножка все золото присутствует очень также легкая как она звенит правда посмотрите тоненькая тоненькая ниточка голубая проходит нежные цветы розово-серые какие-то вы знаете такие похожи как я даже не знаю так на первый взгляд как будто бы как их называют анютины глазки ну нет это какие-то как вьющиеся цветы ну неважно красивые состояние еще раз скажу очень хорошее это видно по тарелке золото все на месте вот красота заходите на мой канал подписывайтесь пишите комментарии по возможности буду отвечать ссылки на телеграм инстаграм на мой ватсап находятся в описании под каждым в конце описания под каждым моим видео если вас что-то заинтересовало заходите по этим ссылкам в телеграме попозже будут выставлены как и в инстаграме фотографии где вы можете мне нажав на них отправить ссылку либо под под этой фотографии написать что там если вы захотели что-то взять что моя бронь там написать в личку какая цена и я вам по возможности всем конечно же отвечу ну все дорогие мои не переключайтесь сейчас я небольшое ну конечно же включу своего любимку вам покажу его в ригнючку этого маленького это не кролик это маленькая собачка по интеллекту это маленькая собака это у меня нет слов что это за товарищ такой у меня дома ну все дорогие мои до новых встреч до свидания всем привет я только проспала мама меня разбудила сонные глазки такие видите что делать ты твой скина ты моя сладкая мальчика ты мой зайка умный я сказала что ты вреднёчка но ты у меня самый умный мальчишечка такой красивый такой сладкий целовака мамина видите не дает руку чтобы я его тут погладила это говорит о том что нужно его гладить ну-ка видите что делает сейчас моя неженка ты же моя неженка какая синеглазая синие глазки темные у него не черные синие скажи у меня ты мой золотой мой хороший мой хороший все мой красивый ой что-то сделала не так ну мой хороший извини маму извини извини мой золотой ну все скажи много не будет мама меня снимать в следующий раз еще чуть-чуть да татошечка он спать хочет разбудила ну все дорогие мои до свидания ай пока-пока пока-пока